Паводок закончился, об этом официально объявил департамент ПЧС Караганденской области. Итоги подведет Людмила Ватюшкина. По данным ДЧС, паводковая ситуация была сложна из-за глубокого промерзания почвы до полутора метров ледяной корки на земле в бассейне реки Нура и осадков. Напомним, в конце марта за двое суток выпало две с половиной месячные нормы. С 31 марта по 8 апреля круглосуточные положительные температуры, которые доходили до плюс 20, вызвали сильное таяние снега. Вот он уровень воды был. Его видно, мне не надо ничего скрывать. Вот он уровень воды. Шкафы я открыть не могу. С СОПОК активно потекли ручьи и образовали реки на улицах юго-востока Караганды. Подтоплены были десятки частных домов в Майкудуке и Михаловке, подвалы нескольких многоэтажек. Также активный паводок был в Бухаржирауском и Кыркаролинском районах. В общей сложности коммунальные службы солдаты и спасатели откачали 183 тысячи кубометров талой воды, очистили больше 3,5 километров арыков, уложили 27 тысяч мешков с песком, отсыпали 1300 метров временных валов. Работали почти 1300 человек и 400 единиц техники. Сейчас уровень воды спал, реки вошли в свои русла. В степях почти не осталось снега. Работа областного противопаводкового штаба завершена. Власти уверяли, что с таким объемом воды не справились бы никакие ливневки. Однако инженер-гидротехник Бахыт Контарбекова, которая проектировала ливневки в Караганде, уверена, что это не так. Вот эти ливневки в советское время именно были запроектированы с учетом принятия этих вод. Но учитывая то, что сейчас идет маловодный период, такого расхода нет. Поэтому наши ливневки, если они там существуют, и при правильной эксплуатации, допустим, подготовке к паводку, они должны были без проблем принять эту воду. Но у меня такое теперь подозрение, что с этими точечными застройками, со всеми, что эти ливневки существующие просто закатали в асфальт. И еще хочу сказать, что в целом нарушена вся водная экосистема. Перед уходом на пенсию Бахыт Контарбекова с командой проектировщиков разработали технико-экономическое обоснование ливневок для Майкудука. В управлении природных ресурсов Карагандинской области, где я работала начальником отдела, наша команда взялась за это дело. Все эти проекты, когда я уходила на пенсию, мы включили в республиканский бюджет. Но потом я ушла, и проект все мертвым грузом где-то валяется в этом управлении. И сейчас кто угодно заправляет водным хозяйством Карагандинской области, только неводники. И они понятия не имеют, что такое водная экосистема. Власти Караганды обещают восстановить ливневки, но пока только на отдельных участках. По области также формируется план инженерных работ по очистке, расширению русел и переброске стоков, рек, устройству защитных валов, увеличению водопропускной способности на автодорогах, восстановлению и очистке арыков, ливневой канализации, коллекторно-дренажных систем. Планируют ремонтировать по 3-4 гидротехнических сооружения в год, но учитывая, что в области их 262, такими темпами ремонт будет продолжаться лет 100.